Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем вести вот такое вот интересное украшение Подвеску в виде розочки А еще очень красиво эта вот сама розочка смотрится в качестве сережек А вот я решила ее использовать в таком вот формате Это формат для тех, кто не особо любит громоздкие украшения Вот такой вот формат украшений будет очень красиво смотреться, во-первых А во-вторых, он не сильно выделяется, но акцентирует внимание на том, что мы хотим именно показать Это кирпичное плетение Для данного плетения нам необходимо будет использовать бисер двух цветов В моем случае это черный и красный Еще я, видите, вот использовала такую же, сделала розочку, но в асфальтном таком вот с переливом цвете Вы подбираете цвет тот, который вам нравится И давайте будем смотреть на материал, который нам необходим будет сегодня И приступать непосредственно к нашему мастер-классу Работа у нас предстоит очень кропотливая Так как каждую бисеринку нужно будет пришивать отдельно Поскольку это особенности данной техники плетения Но я уверена, что результат того стоит Так что, друзья, давайте будем приступать непосредственно к нашему с вами занятию Итак, друзья, вот тот материал, который будет необходим нам для сегодняшнего мастер-класс Это черный бисер и красный Черный бисер у меня матовый Это плетение мы будем делать на нейлоновой ниточке Еще также можно использовать капроновую Или же ту ниточку, которую в магазинах рукодили называют бисерной Она тоже какая-то синтетическая и она, в принципе, тоже идеально подходит Можно использовать леску, либо мононить Но, как бы, почему я ее сейчас не использую? Потому что, дабы показать, дабы камера передала непосредственно то, что мы будем делать Нам нужно, мне нужен контраст бисера и нитки А мононить, она почти незаметна на камере Поэтому я использую именно нейлоновую черную ниточку Что касается лески, если вы используете леску То, либо 0,10-0,15 мм, либо мононить Потому что, если вы будете использовать толстую леску Во-первых, будет смотреться некрасиво А, во-вторых, вы будете множество раз проходить через бисеринку А это спровоцирует то, что бисеринки, если бисеринка некачественная Да, даже если он некачественный, он может лопаться Поэтому не рекомендую использовать толстую леску Итак, друзья, давайте будем приступать непосредственно к нашему сегодняшнему уроку Для начала нам необходимо набрать две черные бисеринки Вот они у меня Пододвигаем их ближе к началу нашей ниточки Вот так, пододвинуем Дальше Проходим иголочкой через эти две бисеринки еще раз Ну а смотрите внимательно Нужно проходить исключительно через бисеринки Стараясь не зацепить с собой ниточку Проходим раз Вот что должно получиться Они должны ровненько встать Но ровненько они сразу не станут Так как нам... Но все-таки И для этого мы пройдем еще раз Вот так Подтягиваем Вот так Дальше Вот что у нас должно получиться Они не будут сразу стоять ровно Это я предупреждаю Это нормально И не нужно сразу думать, что у вас что-то не получилось Раз они не стали так, как они не должны были стать Теперь еще раз проходим через вот эту бисеринку С которой выходит первоначальная вот эта ниточка Прошли Вот И подтянули Смотрите Вот так они должны встать Дальше Все плетение мы будем продолжать по одной бисеринке Дальнейшее плетение будет отличаться от того плетения Которое мы сейчас с вами будем делать первый ряд Поэтому будьте внимательны Дальше Мы набираем одну красную Смотрите У нас ниточка выходит снизу Этой бисеринки Поэтому теперь нам нужно пройти сверху вниз Вот так Ой Вот Прошли Подтянули Вот что должно получиться Дальше Проходим иголочкой Через эту красную бисеринку Вот Далее Мы с вами снова набираем красную бисеринку Формируя первый ряд Проходим иголочкой Опять же смотрите Ниточка выходит сверху Значит нам нужно с противоположной стороны Пройти иголочкой Вот так И выйти иголочкой Через ту бисеринку Которую мы только что с вами набирали Вот так Вот Дальше Мы снова набираем еще одну Красную бисеринку И теперь повторяем то же Что мы делаем Ниточка выходит снизу Значит с противоположной стороны Мы проходим иголочкой По направлению Вот так вот Вот Дальше Проходим иголочкой Через красную бисеринку Ту, которую только что набрали Вот так Далее Нам необходимо Таким же образом Пришить Еще Четыре Черные бисеринки Вот Набираем одну Проходим так же Видите С этой стороны Вот Выходит ниточка Значит С другой стороны Мы проходим иголочкой Вот так И теперь возвращаемся Через ту бисеринку Которую только что набирали Набираем снова Одну черную бисеринку И проходим иголочкой Через ту бисеринку Которую Мы только что Вот Вытянули Первый ряд Он самый такой Знаете Вот этот первый ряд Мне как раз Больше всего И не нравится Но Это основа Нашего дальнейшего Блетения Нам нужно пришить Еще две черных бисеринки После чего Уже будет Намного Намного Проще Вот так вот Проходим иголочкой Вот Вытягиваем Опять повторяем То же самое Набираем Одну черную бисеринку Проходим Иголочкой Через ту бисеринку С которой Ниточка Выходит И собственно Вот Вот так Через ту бисеринку Проходим Которая у нас была Последней И теперь По логике вещей Если бы мы Сейчас продолжали Дальше делать Эту полосочку Мы бы дальше Сейчас набирали Одну бисеринку И дальше Плели так Как обычно Но теперь Нам нужно вернуться К самому началу Как это мы делаем Мы проходим Иголочкой Через бисеринки Вот так Вот Раз Два И подтягиваем Вот Когда мы проводим Вот эту вот манипуляцию Которую мы сейчас делаем Наш ряд Начинает Выравниваться И за счет того Что он выравнивается Наше украшение Будет Красиво смотреться Вот так Вот так На самом деле Наверное Не нужно делать Вот так Как сейчас делаю я Проходить сразу Через несколько бисеринок Наверное Нужно Медленнее Но увереннее Да Я как бы Хочу сразу И все Поэтому Вот У меня так вот Получается Вот Проходим Через Эту бисеринку Ой Через туз Который у нас Ниточка Выходит И первая И теперь Проходим Иголочкой Через Последнюю Бисеринку То бишь Первую После этой Манипуляции Вот эту вот Ниточку Уже Можно обрезать Она нам не будет Мешать И ни в коем случае Не повлияет На дальнейшее Плетение Вот так Дальше Мы ее Пряжем Если она У нас Где-то Будет Выскальзывать Дальше Мы берем Иголочку И продолжаем Уже Полноценное Плетение Для этого Мы набираем Две бисеринки Одну Черную Вторую Красную Вот И проходим Иголочкой Смотрите Вот у нас Есть первая Бисеринка И вторая Черная Мы проходим Иголочкой Между Этими Бисеринками Продевая Только Ниточку Вот так Подтягиваем Дальше Мы выходим Иголочкой Через Ту Красную Бисеринку Которую С вами Только Что Набирали Вот так Вот Эти бисеринки У нас Уже Крепко Накрепко Пришиты Видите Вот Дальше В этом Ряду У нас Должно Быть Еще Четыре Красные Висеринки Одна Черная И две Красных И заканчиваем Ряд Одной Черной То есть Теперь Набираем Одну Красную Проходим Иголочкой Между Бисеринками Вот так И возвращаемся В ту же Красную Можно ее Вот так Подтянуть В ту же Красную Мы возвращаемся Вот так Нужно быть Очень аккуратным Чтобы ниточка У нас Никуда Не затерялась Да Прошла Именно Так Как нам Нужно Дальше Мы снова Набираем Одну Красную Проходим Иголочкой Между Следующей Парой Бисеринок Продевая Исключительно Ниточку Не зацепая С собой Бисеринку И проходим Через Бисеринку Ту Которую Только что Набрали Вот так Дальше Мы снова Набираем Одну Бисеринку Снова Проходим Между Нитками И выходим Через Бисеринку Кверху Вот так Вышли Дальше Мы опять Набираем Одну Красную И снова Проходим Через Между Бисеринками Вот этими Вот так После чего У нас Сейчас Должны Идти Две Черных Бисеринки Насколько Я Не Ошибаюсь Вот так Аккуратно Подтянули И дальше У нас Идут Одна Черная Бисеринка Две Красные И одна Черная Набираем Одну Черную Бисеринку Проходим Между Этими Бисеринками Вот так Дальше Две Красных Набираем По одной В этом Плетение Набор Всегда Идет По Одной Бисеринке Набрали Одну Бисеринку И проходим Между Бисеринками Вот так Опять Набираем Одну Бисеринку Проходим Между Бисеринками И сейчас Мы будем Заканчивать Данный Ряд Черной Бисеринкой Как Это Делается Смотрите Мы набираем Одну Черную Бисеринку Вот она И проходим Иголочкой Через Последнюю Бисеринку Первого Ряда Вот так После Чего Выходим Иголочкой Через Ту Последнюю Бисеринку Вот эту Которую Мы с вами Только что Набирали Вышли Вот что У нас Должно Получиться Первых Два Ряда У нас Уже Полностью Готовы Переходим К третьему Ряду Следующий Ряд У нас Снова Идет На Расширение Поэтому Мы набираем Одну Бисеринку Черную Одну Красную И проходим Иголочкой Между Первой Парой Бисеринок Под Ниточку Вот так И Затипаем Теперь Красную Бисеринку И возвращаемся Вверх При этом Затягиваем Вот так Дальше У нас В этом Ряду Идет Еще Две Красных Одна Черная Одна Красная Три Черных Одна Красная И заканчивается Ряд Одной Черной То есть Сейчас Мы набираем Еще Две Красных Бисеринки По одной Набрали Одну Прошлись Между Следующими Бисеринками Между Следующей Парой Бисеринок И выходим Через Первую Бисеринку Вот так Ой Видите Есть моменты Когда нужно Дождаться Когда Эта Бисеринка Доедет До конца А только Потом Проходить Иголочкой А Так Как я Сделала Иногда Нужно Порвать Ниточку Смотрите Опять Набираем Одну Красную Снова Проходим Иголочкой Через Бисеринки Вот так И выходим Иголочкой Через Красную Бисеринку После Чего У нас Идет Одна Черная Бисеринка Набираем Одну Черную Проходим Иголочкой Через Черную И возвращаемся Через Ту же Черную Бисеринку Вот так Пришиваем Дальше У нас идет Одна красная бисеринка вот она пришиваем ее три бисеринки черного цвета по одной раз черная вот раз она пришиваем возвращаясь через нее два опять же проходим иголочкой под ниточкой придерживаем и возвращаемся вот так и снова набираем одну черную проходим иголочкой через следующие между ниточками следующие пары вот так возвращаемся через нее после чего набираем одну красную проходим иголочкой между парой следующей вот так вот и заканчивать этот ряд мы будем черной бисеринкой набираем одну черную бисеринку и проходим иголочкой смотрите через первую бисеринку вот так и теперь возвращаемся через первую бисеринку ту которую мы только что набирали третий ряд у нас завершен переходим к работе над следующим четвертым рядом в четвертом ряду у нас идет три черных бисеринки три красных три черных две красных и заканчиваем одной черной то есть сейчас этот ряд идет снова же на расширение нам необходимо набрать две бисеринки черного цвета вот они у меня и проходим иголочкой между первой парой вот так возвращаемся к верху дальше постольку поскольку у нас должно быть 3 бисеринки черных тут мы набираем еще одну черную и проходим иголочкой между бисеринками следующей пары вот так дальше у нас должно идти три красных бисеринки то есть мы набираем одну красную проходим между бисеринками вот так опять набираем одну красную снова проходим между следующей парой бисеринок вот так снова набираем одну красную и снова проходим между следующей парой после чего у нас должно идти три бисеринки черных по одной набираем набрали одну черную между следующими бисеринками вот так опять набираем одну черную и снова между следующей парой опять набираем одну черную опять набираем одну черную и проходим иголочкой между следующей парой дальше у нас должны идти две бисеринки красных и одна бисеринка черной то есть набираем по одной одну бисеринку красную проходим иголочкой через нее и еще одну красную бисеринку снова проходим иголочкой между и заканчиваем ряд как это уже привычно черной бисеринкой набираем одну черную бисеринку и проходим иголочкой через последнюю черную бисеринку предыдущего ряда Вот так. Теперь возвращаемся через ту черную бисеринку, которую только что с вами набирали. Вот. Дальше. Следующий ряд у нас состоит из 3 бисеринок черных, 8 красных и 1 черных. То есть сейчас мы должны набрать 1 бисеринку черную, так как этот ряд идет на убывание. Мы набрали 1 черную бисеринку и проходим иголочкой между первой парой бисеринок, между черной и красной. И возвращаемся через ту черную бисеринку, которую мы только что с вами набрали. Вот так. Видите? Ряд становится на 1 бисеринку меньше. Дальше. По 1 бисеринке еще 2 черных пришиваем. Одна черная. Вот. И вторая черная. Тоже проходим между бисеринок. Вот так. Дальше у нас должно идти 8 бисеринок красного цвета. И заканчиваем ряд 1 черной. Набираем у 1 красной 1. Набрали. Прошли иголочкой. Вот так. Следующая красная. Еще, друзья, смотрите. Нужно очень хорошо затягивать. Это раз. Второе. Как вы будете проходить иголочкой, либо с этой стороны, либо с этой, в данном плетении не имеет значения, так как вы проходите не через бисеринку, да, а через ниточки. Это чем-то напоминает технику сарагуру. Ну, совсем не так, да, но чем-то напоминает. В технике сарагуру тоже все плетение идет не через бисеринку, а через нить. Вот так. Проходим. Опять набираем по 1. Уже у нас их 3. Ой. Дальше набираем. Четвертая. Пятая. Шестая. Вот так вот. Еще осталось 2. То есть, седьмая. И восьмая. Проходим иголочкой через последнюю ниточку пары. Вот так. И теперь заканчиваем, мы набирая 1 бисеринку черного цвета. И заканчиваем мы, как обычно, проходим иголочкой через предыдущую черную бисеринку. Вот. И возвращаемся через ту бисеринку, которую непосредственно только что с вами набирали. Вот так. Дальше, в следующем ряду у нас этот ряд опять идет на расширение. Поэтому набираем 1 черную, 1 красную. Вот. И проходим иголочкой между первой парой. Возвращаясь через 1 бисеринку, то есть, через красную. В данном случае. Вот так. Подтягиваем хорошенько. Дальше у нас должна идти еще 1 красная, 4 черных, 3 красных, 1 черная, 1 красная и завершение 1 черной. То есть, сейчас еще набираем 1 красную бисеринку и проходим иголочкой, как мы это уже привыкли делать, между двумя последующими бисеринками, пришивая эту красную бисеринку. Вот так. Дальше набираем по 1 бисеринке черной, 4 черных бисеринки. Вот так. Набрали. Прошли иголочкой. Так. Раз. Опять по 1. Вот так. 2 бисеринки уже. Еще 1. Пришили. Вот так. И теперь последний черной. И переходим к красным. Вот так. Дальше 3 красных у нас идет. 1. Красная. 2. 2 красных у нас идет 1 черная, 1 красная и завершение черной. 1 черная. Видите? Видите? Дальше 1 красная и завершение сейчас мы будем делать 1 черной бисеринкой. Вот так. Уй! Вот почему так, как я сейчас сделала, делать не надо. Набираем последнюю черную и проходим иголочкой через последнюю черную предыдущего ряда. Видите? Таким образом у нас идет расширение. Теперь опять же. Снова возвращаемся через первую бисеринку, ту черную, которую мы с вами только-только что набирали. Дальше, друзья, мы набираем 1 бисеринку черную, 1 бисеринку красную. И проходим иголочкой, как это уже привычно, между первой парой бисеринок. Вот так. Дожидаемся, когда они доедут до конца. И теперь проходим иголочкой через красную бисеринку. Видите? У нас ряды идут 1 туда, 1 сюда, 1 туда, 1 сюда. Вот. Дальше. В этом ряду у нас должно идти еще 1 красная, 1 черная, 2 красных, 1 черная, 3 красных и 3 черных. То есть сейчас у нас еще идет 1 красная бисеринка, которую мы пришиваем, проходя через следующую пару бисеринок. Точнее, через ниточку, которая их объединяет. После чего у нас идет 1 черная бисеринка. Вот. Проходим иголочкой между следующей парой бисеринок. Вот так. После чего у нас идет 2 бисеринки красных. 1 2 1 черная, 1 черная, 1 черная. После нее 3 красных. опять же по 1 черная. 2 3 9 9 8 9 1, 2, 3, и теперь у нас завершение этого ряда будет из трех бисеринок черных. То есть вот у нас мы пришиваем сейчас три черных бисеринки. Раз. Литочка ужасно засыпается на все, что есть. Одна. Вторая бисеринка черная. Вот так. И три. Вот так. Этот ряд у нас уже полностью завершен. И сейчас мы переходим к следующему ряду. Следующий ряд идет опять же на расширение. Поэтому мы набираем одну бисеринку черную, одну бисеринку красную. И проходим иголочкой через ниточку между первой парой. Вот так. Дальше. В этом ряду у нас должно быть еще одна красная, одна черная, одна красная, одна черная, одна красная, одна черная, две красных, одна черная, две красных, две красных и одна черная. То есть сейчас мы с вами набираем одну бисеринку красную еще и проходим через следующую пару, через ниточку следующей пары. Вот так. После этого набираем одну бисеринку черную и проходим иголочкой между следующей бисеринкой, между следующей парой. Вот так. Дальше одну красную, после чего одну черную. Дальше. Дальше. Опять одну красную. Одна черная. Дальше. Дальше. У нас идет две красных. Одна красная. Вторая красная. Вторая красная. Одна черная. Проходим иголочкой. Две красных. По одной. Раз. Два. И одна черная. Два. Два. И одна черная. Черную. Черную мы заканчиваем этот ряд так же, как мы это делали в предыдущих рядах. Вот так. Вот. Далее. Следующий ряд у нас пойдет на убавление. То есть мы набираем сейчас только одну черную бисеринку и проходим иголочкой через ниточку следующей пары. Вот таким вот образом. И возвращаемся через ту же бисеринку. При этом нужно очень хорошо затягивать, чтобы у нас красиво смотрелось наше украшение. После чего набираем одну бисеринку красную. Этот ряд у нас идет еще одна красная, одна черная. Значит этот ряд у нас состоит из одной черной, одной красной, одной черной, двух красных. Одна черная, одна красная, одна черная, одна черная, две красных и одна черная. Итак, начинаем. Дальше. Следующий у нас идет одна красная. Вот так. Пришиваем эту красную. И ниточка снова засыпается. Все что только нужно нельзя. Вот. Пришили. Дальше. Дальше у нас идет одна черная. Дальше. Две красных, которые я уже пришила. Дальше. Одна черная. Одна красная. 1 черная 1 красная 1 черная 1 черная 1 черная 2 красных 1 черная 1 черная 1 черная 1 черная 1 черная 1 красная 3 черных 1 красная 1 черная 2 красных 1 черная 1 красная 1 черная Начало ряда идет на убывание Поэтому мы набираем одну бисеринку черного цвета И проходим иголочкой между следующей парой Точнее между первой парой Прошли Дальше у нас идет одна бисеринка красная Вот она Далее у нас идет три бисеринки черных Красная Красная И добавляем После этого у нас идет одна красная После этого у нас идет одна красная Одна черная Две красных Одна черная Одна черная Одна красная И одна черная Этот ряд у нас уже тоже завершен Теперь переходим к следующему ряду Следующий ряд тоже идет на убывание И состоит из трех бисеринок черных Двух красных Одной черных Трех красных Начинаем этот ряд Он, как я уже сказала, идет у нас на убывание Поэтому набираем одну бисеринку черную Между первой парой Вот так Раз Еще должно быть две черных Как я уже сказала Значит Вторая черная И третья черная бисеринка Дальше у нас идет две красных Одна красная Вторая красная После чего у нас идет Одна черная Одна черная Три красных Раз Два 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 Три После чего у нас идет две черных И этот ряд можно считать законченным Два Два Вторая Вот так Дальше, друзья, мы переходим на следующий ряд Следующий ряд Смотрите, как мы к нему переходим Мы проходим иголочкой через вот эту бисеринку, которая первая черная в нижнем ряду Точнее не в нижнем ряду, а в ряду пониже И проходим иголочкой теперь через красную и черную, которая над ней У нее не получается так сразу пройти, поэтому вот так Вот Мы уже почти заканчиваем нашу розочку У нас осталось два ряда Вот Вышли с этой бисеринки и дальше набираем Одну бисеринку черную Ряд идет на убывание тоже Поэтому набрали одну бисеринку черную Прошли между следующей парой Вот так Дальше у нас идет две красных Одна красная Вторая красная Одна черная Одна черная Одна черная Одна красная Снова две красные И одна черная Одна черная Одна красная И вторая красная И последняя черная бисеринка в этом ряду Вот так Дальше, друзья, следующий ряд у нас идет на убывание И этот ряд будет состоять исключительно из черных бисеринок Их должно быть шесть Поэтому Набираем первую черную Проходим между бисеринками Под ниточкой Вторая черная Третья черная Четвертая Четвертая пятая И последняя в этом ряду, шестая Вот так Дальше, друзья, нам нужно вывести иголочку с вот этой вот второй черной бисеринки Поэтому мы проходим иголочкой через нижнюю И как мы это уже делали только что, возвращаемся вот так вот вверх Вот так Следующий ряд у нас состоит из трех черных бисеринок Набираем 1 2 3 Третья бисеринка Пришиваем Следующий ряд у нас состоит из двух черных бисеринок Тоже идет на убывание Набираем 1 И вторую И наш последующий раз Ряд, как вы уже догадались, состоит из одной черной бисеринки Поэтому мы проходим иголочкой между этими двумя бисеринками Которые у нас в предыдущем ряду Вот так вот И заканчиваем ряд, возвращаясь через вот эту бисеринку Видите? Обязательно Потому что если вы через нее не пройдете То эта бисеринка верхняя будет скашиваться в одну сторону И возвращаемся вверх Потому что сейчас на вот эту вот бисеринку, самую верхнюю Мы с вами будем пришивать колечко Вот это Которое будет у нас служить либо колечком для швензы Если это вы будете делать сережечки Либо вот это вот колечко, которое будет цепляться на цепочку Либо же на проволочку Проходим иголочкой в кольцо Вот так Еще раз проходим в кольцо Когда мы проходим второй раз в кольцо Видите? Вот тут вот образуется вот петля Вот нам нужно пройти иголочкой через эту петлю Затягиваем Второй раз проходим через кольцо И через петлю И третий раз повторяем то же самое Проходим через кольцо И через петлю И через петлю Вот так И теперь возвращаемся через ту бисеринку, с которой выходила ниточка Вот так Крепко Наша застежка Не застежка, а наше колечко крепко закреплено Но, теперь, нам еще не хватает снизу, вот тут вот первого ряда Поэтому нам нужно опуститься через бисеринки вниз Вот таким вот образом К вот этой первой бисеринке, черненькой Опускаемся Вот так Вот Опускаемся, опускаемся И выходим с этой вот черной бисеринки Вот, если мы расправим цветочек, он у нас выглядит вот так Дальше, переворачиваем его другой стороной Чтобы нам было удобней И продолжаем Набираем одну черную бисеринку Проходим иголочкой между бисеринками Вот так Опять набираем одну бисеринку Снова проходим между бисеринками В этом ряду у нас должно быть 4 бисеринки То есть, еще Третья И последняя наша бисеринка в этом ряду Четвертая Вот так После чего возвращаемся через нижнюю бисеринку Снова проходим иголочкой через вот эту И вот эту Сейчас мы заделываем ниточку Для того, чтобы можно было ее спокойно разрезать И быть уверенным, что она никуда уже от нас не денется И никак не испортит украшение, если где-то разойдется Вот так Все После чего мы берем ножнички И обрезаем нашу нитку Вот так вот, друзья Наш цветочек полностью готов Я надеюсь, что наш сегодняшний мастер-класс был для вас полезен Подписывайтесь на мой канал Добавляйте фотографии своих готовых работ в наших группах в соцсетях И до новых встреч в новых видео, друзья мои Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok